В эфире телеканал Акатунь24. Новости в студии. Вместе с вами я, Егор Матаев. Здравствуйте. Поговорим о главном. Стали известны новые подробности крупного ДТП в зональном районе, где пострадали 10 человек, включая 8 детей. Смотрите выпуски. 650 тысяч жителей края примут участие в новогодних гуляниях. Как будет организована охрана правопорядка в городах и районах? Ёлкам, пихтам и соснам не место на свалке. После Нового года им можно дать вторую жизнь. А вот как, расскажем через несколько минут. Губернатор Виктор Томенко возглавил рабочую группу Госсовета Российской Федерации по направлению сельское хозяйство. Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин. Рабочая группа выявляет в субъектах страны лучшие практики государственного и муниципального управления. Готовят предложения по повышению эффективности работы должностных лиц и деятельности Государственного Совета Российской Федерации. Очередная коммунальная авария на улице Горно-Алтайской произошла в Барнауле. Это уже вторая за зиму, жалуются в соцсетях. По словам жителей, с ночи нет холодной воды. Стремительно остывают батареи, зато из крана кипяток. Вот как ситуацию прокомментировали в Барнаульской теплосетевой компании. Сегодня специалисты Барнаульской теплосетевой компании обнаружили повреждения тепловой сети на улицу Горно-Алтайская. На время устранения порыва от отопления отключено два дома по адресу Горно-Алтайская 6 и 8. Сейчас ремонтная бригада приступила к устранению повреждения. Работы завершатся к 19.00. Сразу после этого подача ресурсов будет восстановлена. Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства. Другим темам. Восемь детей и двое взрослых пострадали в автоаварии в Зональном районе. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Напомним, ДТП произошло ночью. Столкнулись газели и легковой автомобиль. В машинах находилось 10 человек. Никто не погиб. В момент ДТП рядом проезжала бригада экстренной медпомощи эмпийского филиала Краевого центра медицины катастроф. Она вызвала к месту аварии еще пять бригад скорой помощи. Всех пострадавших оперативно доставили в Центральную городскую больницу и горбольницу номер 2 в Наукограде. Шесть человек, пять из которых дети госпитализированы с травмами средней тяжести. У остальных – легкие травмы. Около 650 тысяч жителей Алтайского края примут участие в новогодних гуляниях. Больше половины из них – дети. Такие цифры предоставили сотрудники правоохранительных органов. Отвечать за безопасность во время каникул будут более пяти тысяч человек. Это полицейские и сотрудники Росгвардии. Многие жители края поедут на новогодние представления и краевые елки. Они будут проходить в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Олейске, Заринске и Камнино-Аби до 30 декабря. Сотрудники госавтоинспекции будут сопровождать школьные автобусы. Также для обеспечения общественного порядка на местах праздничной гулянии они проведут досмотр с применением металлодетекторов. По распоряжению начальника главного управления наружные наряды, задействованные в охране общественного порядка на территории края, в темное время суток и вечернее будут нести службу с включенными проблесковыми маячками, которые позволяют, скажем так, профилактировать совершение противоправных действий. Случаи распространения так называемой пустой некачественной еды перед Новым годом участились в крае. В частности, в соцсетях барнаульцы жалуются на то, что по акции в супермаркете им продали фальшивую красную икру, а на деле оказалась имитация из водорослей. На таможнях ежегодно выявляют около 8 тысяч тонн запрещенных к ввозу товаров. Не только рыбу и икру, но и мясо, фрукты и овощи. Кондитерские изделия и многое другое. Часть товаров, в основном это те товары, которые внесены в санкционный список, изъяты и уничтожены. Это полторы тысячи тонн. Это груши бельгийские, ограчка США, орехи и мясо. Как выбрать качественные продукты и как убедиться, что сертификат – соответствие, которое вам предъявляет продавец настоящий. Поговорим об этом в вечерних выпусках, а также в программе «Интервью дня» с Ольгой Рузановой, исполняющей обязанности замначальника отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю. Смотрите в 17.15. Продолжаем выпуск. Елкам, пихтам и соснам не место на свалке. После Нового года им можно дать вторую жизнь. Мобильный сбор хвойных деревьев пройдет в рамках акции «Елки-палки. Пять бизонов». Ее организатор – общественная организация «Мусора. Больше нет» Барнаул. Пункты приема откроются сразу после новогодних праздников – 13 января, когда жители края начнут массово избавляться от елей. Адреса, где будут принимать деревья, вы видите на своих экранах. Собранные ели, сосны и пихты отправят в конюшни на подкормку животным. Также на станцию юных техников. Дети используют деревца для подделок. И, конечно же, часть хвойных отправят на переработку. Из них изготовят щепы. Волшебством под Новый год уже никого не удивить. А вот кофе со вкусом злости. Новогоднюю сказку с таким названием сняли для жителей края. Ее покажут на главной площади Барнаула. А когда – знает Анна Муратова. Кофе со вкусом злости, с добавлением отчаяния и нотками надменности. Такой напиток готовит главный герой новогодней сказки – Бористо. К молодому парню приходят люди разного социального статуса. Начиная от уборщицы, заканчивая бизнесменом. Проблемы у всех разные, но напиток объединяет каждого. Главный герой хочет помочь этим людям измениться. Но сначала нужно изменить себя. Простую истину помогает открыть бродяга, поменять отношения к жизни. С помощью простого рецепта можно сделать восхитительный кофе, если вложить в него хорошие эмоции. Пакетик растворимого кофе, сухие сливки и два кусочка сахара. Да ты шутишь. Да ты по-любому что-то еще есть. Поменять отношения к жизни у героя получается. Но изменится ли мир и люди вокруг? Например, отрицательный персонаж-бизнесмен. Кстати, в сказке его играет ведущий артист молодежного театра Алтая Анатолий Кашкарев. Интересно, кто нарисовал вот это вот? Здравствуйте. Уволенный. Ну, бизнесмен это как... Что-то негативное, конечно, в нем присутствует. Но, так как у нас сказка, он меняется и становится прекрасным, очень душевным человеком. Всего в фильме принимают участие 12 человек. За 20 минут негативные герои, как по волшебству, превращаются в добрых. Оставляют в прошлом году все обиды. Актером короткометражки «Кофе со вкусом» мог стать любой желающий. Режиссер фильма Андрей Нартош еще за год до съемок проводил кастинг. В нем приняли участие 82 человека. Студенты Института культуры и профессиональные актеры театра. Сказка, на самом деле, хорошая. Она будет интересна как детям, так и взрослым. Она несет в себе очень, на мой взгляд, правильные вещи и отношения к жизни. И самое главное, что не надо там пытаться менять мир, надо начать с себя, и мир сам вокруг тебя изменится. Подарок на Новый год всем жителям Барнаула сделала видеостудия «Дюшес Видео». Фильм «Кофе со вкусом» покажут уже завтра на площади Сахарова. Анна Муратова, Анатолий Фукс, Новости. Ими украшали елки больше полувека назад. Винтажные игрушки стали главными экспонатами выставки «Хрупкое чудо» в Государственном художественном музее Алтайского края. Монтажные фигурки из стекляруса, ватные куклы и папье-маше – все это советские игрушки 30-х, 40-х и 50-х годов, представленные на мини-выставке. Самые ценные – картонные. Их сложнее всего сохранить. Сотрудники музея отмечают, что их любимый экспонат – игрушка военных лет. Тогда елочные украшения делались из того, что было. Завод «Москабель» выпускал игрушки из проволоки. Выставка откроется 2 января и продлится до 3 февраля. Эту коллекцию предоставили сотрудники музея. Два сотрудника музея, которые также занимаются как хобби собирательством елочных игрушек. Сейчас это все больше становится популярным именно собирательством елочных украшений, так как время идет, и украшения, они такие вот хрупкие, и сохранить их уже все труднее. И найти в целости, сохранности украшения также тяжело. Подарки купили, елку нарядили, меню продумано. А вот в чем встречать Новый год, так и не решили. Если вы, как и Елизавета Конева, мучитесь с выбором наряда, предлагаем посмотреть следующий сюжет. Слышите? Это приближается главный праздник. Кстати, до Нового года осталось 4 дня. Подождите, как 4? Ведь я еще наряд себе не выбрала. Это слишком пышное. Это слишком синее. Это тоже синее. Это вообще не мое. Нечего надеть. Самая тяжелая женская болезнь. В лихорадку мы впадаем перед самым Новым годом. Лиза! Лиза! Ты подобрала себе на Новый год платье. Тебе опять нечего надеть? Я пришла тебе дать модные советы на 2019 год. Актуально в этом сезоне роскошь, блеск пайетки. Модные цвета – золото, розовый, синий. Шикарное розовое платье с бахромой. Идеально подойдет для встречи Нового года. Украсит голубоглазую блондинку. Бахрома никуда не уходит. Это тренд 2019 года. А вот синее платье миди в стиле 80-х с люрексом. Великолепно подойдет до встречи Нового года и корпоратива. Придает образу женственность и изящно подчеркнет фигуру. В этом платье можно пойти в ресторан и в атмосфере домашнего уюта встретить Новый год. Лиза, а золотое платье подойдет для тебя. Золото – это цвет роскоши. Желтая земляная семья будет в восторге. Лиза, просыпайся. Пора по магазинам. Золотое платье. Золотое платье. Так, что это я? До Нового года целых 4 дня. И столько всего еще нужно успеть. Вперед по магазинам. Елизавета Конева, Роман Хайрулин, Алексей Шаульский. Новости. В завершении выпуска актуальная новость для автомобилистов. Барнаус стоит в восьмибальных пробках. Наиболее загружен проспект Строителей и проспект Ленина от улицы Кирова до Молодежной. Шоссе Ленточный Бор в сторону Лосихинской, а также улица Балтийская. Но дорожные заторы не должны испортить предновогоднего настроения. Желаем вам терпения. На этом пока все. Следующий выпуск новостей смотрите ровно в 20.30. С вами был Егор Матаев. Я желаю вам хорошего вечера.